Всем привет! В студии с вами я, Виталий Игнатов и команда Сигмы. Больше не мчится по городу Новоуренгойский экспресс и вряд ли уже помчится. Что стало с маршрутом под номером 101, на который возлагали большие надежды, узнаете из нашего выпуска. В нем же ответим на риторические вопросы ямальцев. Мы начинаем. Стабильный прирост. Так можно охарактеризовать короностатистику последних дней. В среднем за сутки на Ямале фиксируются до 92 новых случаев заболеваний. В основном среди людей, постоянно проживающих в Янау. На промыслах в день заболевают по 10-12 человек. Сейчас в тяжелом состоянии в больницах находится более 90 пациентов. По информации, на 16 сентября трое погибли. Самый большой прирост заболевших коронавирусный штаб фиксирует в Москве. В целом же по России за сутки в полку попавших в вирусные сети оказалось свыше 19 тысяч человек. Это почти на 800 человек больше, чем днем ранее. В Тазовском успешно выпускают в реку мальков муксуна. А в Салихарде тем временем вовсю копают картошку. Об этих и других событиях округа и страны в новостях короткой строкой. В поселке Тазовский открылся рыбзавод. Там будут восстанавливать популяцию муксуна и чира. Выпускать в реку Таз планируют около 2 миллионов мальков. Первые попытки выращивания рыбы оказались успешными. Специалисты завода отметили хорошую выживаемость молоди. После выпуска рыба отлично себя чувствовала в естественной среде реки Таз. В 2022 году северяне начнут пользоваться единой картой жителя Ямала. С ней жить нам станет проще. Вместо заполнения кучи бумаг достаточно приложить свою карту к мобильному терминалу со специальным программным обеспечением. Новую карту заводить не понадобится. К проекту можно будет привязать уже имеющуюся платежную систему МИР. Процедура по созданию системы запущена. Первый этап коснется мер соцподдержки. Постепенно перечень услуг расширят. В России ужесточили наказание за шторки и каркасные сетки на передних стеклах в автомобилях. Если раньше госавтоинспекторы ограничивались предупреждением или штрафом в 500 рублей, то сейчас владельцам авто вместе со штрафом стали выдавать предписание о снятии шторок в 10-дневный срок. Либо же патрульные заставляют снимать их на месте. Если водитель начнет этому противиться, то регистрация его машины будет приостановлена. На Ямале начался сбор картофеля. Первая сельхозтехника вышла на поля в Салихарде и в селе Красносельку. Через неделю ее ждут в Надыме и селе Мужим. В этом году на семена пошли 30 тонн клубни столового сорта «Гала», который относится к раннеспелым сортам с коротким периодом созревания. В планах аграриев собрать 400 тонн урожая. Кроме картофеля в округе продолжается сбор овощей закрытого грунта. В теплицах агропромышленных фирм «Ямала» созрело несколько тонн огурцов, томатов и прочих овощей. Мария Яновская, телерадиокомпания «Сигма» для НУР-24. Аэроэкспресс больше не поедет. В новом Уренгое перестал курсировать автобус между вокзалом и аэропортом. Запустили его еще летом для удобства горожан и гостей нового Уренгоя. На маршруте 101 путь занимал всего 25 минут, что в два раза быстрее, чем на рейсовом автобусе. Но администрация города расторгла контракт с перевозчиком, так как Аэроэкспресс оказался невостребованным. Такой автобус должен обслуживать не менее 100 человек в час. А в новом Уренгое за один летний месяц его услугами воспользовались только около 300 человек. От перекрестка улиц 70-летия октября и Дружбы народов прямо до садика созвездия теперь появится тротуар, а также новый пешеходный переход. На участке уже ведутся работы. Это временная мера. Капитальным благоустройством улицы займутся в следующем году. О проблеме с дорогой к созвездию мы уже говорили в наших выпусках. Родители с самого открытия сада жаловались на то, что добраться до садика не так-то просто. К сожалению, мы сталкиваемся с такой проблемой, что нет прямого перехода в детскому саду. И огражденные зоны пешеходные. То есть какой-то промежуток времени приходится везти ребенка по обочине. Тогда мы обратились за комментарием в администрацию. И нам пообещали, что на ближайшем заседании комиссии по безопасности дорожного движения найдут решение этой проблемы. И действительно, хоть и тротуар, и пешеходный переход пока временные, но они уже делают дорогу в сад гораздо безопаснее. Андрей Воронов на своей странице в Инстаграм рассказал о жалобах, которые поступают к нему в огромных количествах. Жителям газовой столицы холодно даже дома. Проблему решили быстро, подали тепло. Однако похвастаться горячими батареями смогли далеко не все. В Новом Уренгой уже начался отопительный сезон. И несмотря на то, что температура воздуха ниже 8 градусов не продержалась и 5 суток, тепло запустили во все дома гораздо раньше срока. Но в Уренгойце каждый год сталкиваются с одной и той же проблемой – холодная квартира. У одних это связано с промерзанием швов в доме, у других – с отоплением. А есть и те везунчики, чью жизнь судьба сводит и с тем, и с другим. Ну вот швы, опять же, сделали, если видно, не все прилегающие швы к нашей квартире. Почему-то из трех здесь два, ну и как бы… В общем, это зимой было очень холодно. Мы мерзли, 17 градусов было в квартире, ребенок. Мы включали радиаторы. В одной комнате, в общем, жили. Зачем нам трешка, мы так и не поняли. На проблему Екатерины отреагировал быстрее управляющий компанией глава города. Позже удалось выяснить, что в квартиру просто не поступало должное отопление. Вся проблема у нас зимой происходит. Как только к 40 градусам, и все невыносимо становится. Я не знаю, почему так замерзает и подъезд, и квартиры. И не только у меня, естественно. Естественно, таких людей много. Уже сейчас можно наблюдать то количество жалоб, которые оставляют Новоуренгутцы под постами главы города. И ситуации у всех разные. То в подъезде жарко, а дома холодно, то наоборот. Есть и те, у кого в квартирах жарко, а у соседей самый настоящий мороз. Оказалось, что все проблемы взаимосвязаны. Это воздух в системе, это переустройство, либо перепланировка собственников жилого помещения, не понимающих, как это делается. То есть это установка отсекающих вентилей после байпаса, либо неустановка байпаса в общем. И тем самым при перекрытии отсекающего вентиля на свою квартиру, на определенный радиатор в помещении, они таким образом прекращают подачу тепла дальше своим соседям. Температура воздуха в квартире не должна быть ниже плюс 18 градусов. А если это угловые комнаты, то не ниже плюс 20 градусов. Кроме того, не допускается снижение температуры ночью более чем на 3 градуса. Если одно из этих условий не выполняется, то есть повод обратиться в вашу управляющую компанию. Топительный сезон муниципального образования города Новоуренгой с 30 августа у нас начин. Примерно с 1-2 числа сентября месяца начали запускать многоквартирные дома. Теплоноситель с котельных подается во все многоквартирные дома. Да, у нас поступают, конечно, заявки по развоздушиванию того или иного многоквартирного дома. Собственники могут обращаться по телефону 22 18 60, также по телефону 112, ну и, соответственно, в свою управляющую компанию. Как объяснили в департаменте городского хозяйства, бывает и такое, что собственники квартир считают, что меры на их обращение не предпринимаются. К примеру, закончив развоздушивание в одном доме, специалисты приступают к другому. И может произойти тот самый сбой баланса давления в системе. Тепло просто перестает поступать в необходимых количествах в один из домов. Однако это поправимо, и специалисты такие неполадки устраняют сразу. Лала Гасанова, Вероника Самошкина, Андрей Тихонов, Денис Галкин, радиокомпания «Сигма» для «Анур-24». Извечные вопросы, кто виноват и что делать, не теряют своей актуальности. Особенно, когда они касаются сферы коммунальных услуг. О проблемах с водой, канализацией и мусором в ямальских домах расскажем в нашей постоянной рубрике «Новости ЖКХ». В одном из домов Ноябрьска после запуска отопления температура поднялась настолько, что дом окутала облако паром. А все потому, что горячая вода потекла не только по трубам, но и по стенам. Дом и так признан аварийным, частично расселен. Но в некоторых квартирах продолжают жить люди. За содержание жилья отвечают сами собственники. И чтобы решить кипяточные проблемы, власти посоветовали им обратиться в госжилнадзор. В Лабытнанге тоже проблемы с протечками. Но тут уже не вода, а кое-что похуже. В доме номер 5 по улице Мира содержимое септика течет прямо под зданием. В квартирах почти месяц стоит ужасный запах. На просьбы жильцов управляющая компания отвечает пока только обещаниями. Жалобы на действительно невыносимую ситуацию разместили в паблике Лабытнанге.Инфо. И именно здесь на проблему наконец-то обратили внимание власти. Пообещали разобраться и с септиком, и с нерадивыми управляющими компаниями. По еще одному адресу в Ноябрьске тоже есть вопросы к работникам сферы ЖКХ. В жилом доме на Холмогорской проблемы не внутри, а снаружи. К одной из его стен примыкал киоск и, как оказалось, незаконным. Пристройку демонтировали, но следы от нее, конечно, остались. Управляющие компании пообещали дома пшить заново и благоустроить территорию, но пока изменений нет. А еще одной проблеме мусорной говорят не на городском, а сразу на окружном уровне. Власти ЕНАО во второй раз продлили сроки подачи заявок от потенциальных подрядчиков, которые построят мусорные полигоны в Муравленко, Новом Уренгое и Салихарде. Конкурс объявили еще в июне, и результатов пока нет. Теперь определиться с подрядчиками рассчитывают хотя бы к февралю. Ситуация с мусором в регионе напряженная. Отсутствие полигонов в крупных городах, свалки в тундре. Все это требует скорейших решений, и не только по мнению северян. Глава Росприроднадзора Светлана Родионова в свой приезд на Ямал раскритиковала власти за недостаточное внимание к вопросу утилизации отходов в округе. Юлия Димитрадзе, телерадиокомпания «Сигма» для НУР-24. Север уже не тот. Все чаще это суждение стали использовать не в опросительной, а в утвердительной форме. На Ямале разгораются споры вокруг районных коэффициентов. Для чего оставаться работать на крайнем севере, если в средней полосе такие же зарплаты? На вопросы северян ответил эксперт. Кто работал в одной части до полярного круга, получал полярки в пониженном размере 1,5, кто за полярным кругом получал 1,8. Ну разве это справедливо? Нет, несправедливо. И такое неравенство существует в городах и районах Крайнего Севера. На Ямале все чаще стали разгораться споры вокруг районных коэффициентов. Кому и сколько полагается. Районный коэффициент устанавливается для всех сразу, и он зависит от того, где вы на какой территории проживаете. У нас районный коэффициент установлен на федеральном уровне 1,5 для всего автономного округа, но за счет средств бюджета мы доплачиваем до 1,8. Уровень надбавок зависит от того, где действительно вы проживаете. И этот уровень надбавок установлен у нас для федеральных служащих и иных источников финансирования на уровне постановления правительства. Мы на уровне региона установили более высокий уровень надбавок. Главный аргумент, с которым не возьмешься спорить, зарплата на юге и на севере России не должна быть одинаковой. Но споры и внутри округа. Чем севернее, тем выше значение. Реальные различия в доходах. Работник образования или здравоохранения в Ноябрьске получают меньше, чем специалист такого же профиля в Салихарде или другом районе. Для установления равенства необходимо кардинально изменить подход к законодательной базе федерального уровня, которая устарела. И теперь работодатели получили право интерпретировать трудовой кодекс и закон о госгарантиях жителей Крайнего Севера выгодно и не в пользу работника. Северные надбавки, они зарабатываются в процессе работы. Чем моложе вы приехали, тем быстрее вы заработаете северную надбавку. Независимо от того, что вы здесь родились и проживали всю жизнь, вы все равно приходите на работу и зарабатываете их с нуля. Для молодежи это порядка двух с половиной лет, для тех, кто не достиг 30-летнего возраста. Кто достиг 30-летнего возраста, тот зарабатывает их в течение пяти лет. Эксперты из разных регионов Крайнего Севера считают, поправки могут изменить ситуацию. Изменение федеральных законов – гарант для северян и их комфортной жизни. Лала Гасанова, Те, радиокомпания «Сигма» для НУР-24. Но пока одни ломают голову над тем, стоит ли оставаться на севере или переехать куда южнее, Ямал все больше привлекает столичных гостей. Север покорил сердце известного спортивного комментатора Владимира Стагниенко, который уже более 10 лет приезжает в округ для перезагрузки. Шеф-редактор «Окко-спорт» провел свой очередной отпуск на Ямале. Фотографиями и впечатлениями он поделился в своем инстаграм. Там же рассказал подписчикам, что на севере не хочется думать о работе, и отдых помогает справляться с эмоциональным выгоранием. В 2020 году Владимир Стагниенко снял мини-фильм про осенний Ямал. Видеозапись он выложил на своей странице в YouTube. Сборная России выиграла финал элитной шахматной Олимпиады «Фиде». Турнир второй год проводился онлайн из-за пандемии коронавируса. В финале наша команда сыграла против сборной США, не оставив сопернику ни малейшего шанса. В первой матчевой серии успеха добились Владислав Артемьев и Александр Горячкина. Во вторых партиях победы одержали Александра Костенюк и Лея Гарифулина. Отметим, наши шахматисты выигрывают в онлайн-олимпиаде второй год подряд. Всего в турнире соревновалось 40 команд. Если вы не знаете, как провести выходные или чем занять себя в свободное время, сходите в кино. Выбора много, от детских мультфильмов до триллеров для взрослых. Какие новинки можно заценить в новом Уренгое, расскажем в кинообзоре. Наверное, многие мечтали бросить все и уединиться вдали от цивилизации. Так поступили и актеры Дарья Мельникова, и Евгений Романцов, сыгравшие влюбленную пару. Идеально нарушает приезд младшей сестры, а потом и бывшего бойфренда девушки. Отечественный фильм покажет, как герои становятся заложниками собственных желаний. Кстати, триллер получился эротический 18+. Какой развязки приведут опасные психологические игры, посмотрим. А ты хоть что-нибудь про нее знаешь? Кастель Ленден снял продолжение нашумевшего фильма «После». Если быть точнее, это уже третья глава. В основе сюжета все те же Хардин и Тесса. После знакомства друг с другом их жизни разделились на «до» и «после». Перед главной героиней стоит сложный выбор – согласиться на работу мечты в крупном издательстве или переехать в Лондон вместе с Хардином. Пройдет ли их страстная любовь в проверку на прочность? Но что-то подсказывает, что это еще не конец. Ведь создатели обещают снять и четвертую часть этой истории. Боль. В последнее время я слишком хорошо узнала, что это такое. Особенно боль, которую раз за разом причиняет один и тот же человек. Всем фанатам Марвела в прокат вышел фильм про мастера боевых искусств Шан-Чи, который работает простым парковщиком в отеле. О своем прошлом герой старается не вспоминать, однако оно его все равно настигает. Как и интриги таинственной организации «Десяти колец», о которой узнаем в кино. Я предупредил своих людей, что как бы они ни старались, им тебя не убить. Я рад, что не ошибся. «Дюна» – новая экранизация культового романа Фрэнка Герберта и один из самых ожидаемых фильмов последнего времени. Фанаты книги возлагают на проект режиссера Дэнни Вильнёва «Большие надежды». А вот менее критиков на этот счет все же разделились. Кто-то считает фильм шедевром, а кто-то – главным разочарованием 2021 года. Так ли это на самом деле? Оцените сами, ведь фильм уже появился на всех киноэкранах страны. Планета Аракис так красива на закате. Солнце будто тонет в песках. В воздухе искрится меланж. Но варвары-чужеземцы разоряют наши земли. Для детей у меня тоже хорошая новость. В России состоялась премьера фиксиков, которые волшебным образом оказались в кино. Совместно со своими друзьями-смешариками и Бадо-Бородо они узнают, как правильно хранить памятные вещи, чтобы не захламлять дом. А также несколько важных способов, как не переохладиться в жару и не заболеть. В общем, ничего не планируйте и устроите себе семейный поход в кинотеатр. Посмотреть есть на что. Спокойно. Я невкусный. Укуши меня, пчела. Раника Самошкина, Андрей Сихонов, телерадио-компания «Сигма» для НУР-24. При поддержке «Севернефтегазпром» в Новом Уренгое началась реализация проекта древности Нового Уренгоя. Археологи ищут свидетельства жизни людей, которые проживали на территории газовой столицы несколько тысячелетий назад. О найденных артефактах расскажем в сюжете. Городской музей изобразительных искусств и компания «Севернефтегазпром» начали реализацию проекта древности Нового Уренгоя. Для чего нам это нужно? Нам нужно понимать всю предысторию появления здесь нашего города. Неверно думать о том, что в 1973 году пришли комсомольцы и они стали первыми. Это неправда. Здесь из древности жили люди. Археологические исследования нацелены на поиск памятников археологии, то есть древних поселений и могильников людей, которые жили долго-долго и далеко от нас. Памятников археологии нет там, где их не ищут. Территория Нового Уренгоя до сих пор остается загадкой для историков. При этом специальные археологические поиски здесь никогда не проводились. Это первый такой опыт. В течение двух недель в городской черте обследуют участки речных и озерных террас, на которых в прошлом могли располагаться поселки и могильники древних жителей. Здесь заложены многочисленные археологические шурфы и траншеи. Территория города Новый Уренгой уже довольно давно находится в фокусе внимания археологов. Но при этом специальные научные поиски именно с целью просто выявления объектов археологического наследия на территории города и ранее не проводились. Первый опыт. Идея его возникла у нас в прошлом году. В 2005 году тюменский следователь Александр Ткачев нашел в окрестностях Нового Уренгоя несколько памятников археологии. Одно находится в районе Лимбияхи, второе недалеко от станции Нартовая. Для археологов это стало основанием изучить всю территорию города, чтобы понять, жили ли здесь люди в древности. Мы сейчас копаем археологический шурф. Это нужно для того, чтобы определить, есть здесь объект культурного наследия, в частности памятник археологии или нет. Есть ли археологический материал свидетельства пребывания человека в древности. Под слоем моховым находятся слои, которые формировались в древности. Соответственно, если в древности на этой территории находились люди, пребывали, они могли оставить следы. Соответственно, понижаясь, выкапывая шурф, мы можем найти эти свидетельства, артефакты или культурный слой. Первое доказательство того, что на территории Нового Уренгоя люди все же жили, уже найдено. Артефакт из каменного века спустя тысячелетия нашелся в современной газовой столице. В руке у меня маленький, сильно сработанный нуклеус, который мы как раз нашли на местонахождении. Это не просто камушек. У него четко видна ударная площадка, по которой когда-то специальным орудием наносили удары. И вот эти грани хорошо видны. Эти грани образованы не просто так. Они образовались в летательстве снятия с этого нуклеуса пластин. Пластины после их доработки использовались в качестве лезвий для орудий труда, например, каменных ножей или скребков. И если пластины были более крупными, из них могли изготавливать наконечники стрел или какие-то иные предметы. Находки, фотографии, чертежи и схемы, полученные при раскопках, передадут фонд Новоуренгойского городского музея. Они станут основой выставки, которая при поддержке Севернефтегазпрома откроется в ноябре этого года. Расскажем, во-первых, о самой экспедиции, которая здесь работала, о тех работах, потому что люди же не задумываются о том, как это происходит. Это всегда очень интересно. А второе, расскажем о том населении, которое жило здесь до нас. И у нас уже есть три комплекса, средневековых и древних, на базе которых мы представим людям о том, как жили люди до нас 3000 лет назад, в 14 веке до нашей эры. Ну и тут поближе, древний Ненц. В перспективе эта выставка станет частью постоянной экспозиции городского музея об истории Новоуренгоя. У нас все новости к этому часу. Смотрите «Сигму», мы поможем узнать самое важное. Дальше Илья Ветров расскажет сводку криминала и происшествий. Ну а я говорю вам пока. Субтитры подогнал «Симон»!